Истек мандат Нетаньяху на формирование правительства Израиля. Мандат действующего премьер-министра Израиля Бенемина Нетаньяху на формирование правительства истек 5 мая в полночь. Однако он так и не смог получить парламентское большинство. Об этом сообщает The Times of Israel. Кто из израильских политиков следующим будет пытаться создать правящую коалицию, решит в ближайшие дни президент Израиля Рювен Ревлин. По закону президент мог продлить мандат Бенемину Нетаньяху еще на две недели. Так уже несколько раз происходило в предыдущие года, однако в этот раз шансы на успех действующего премьера и лидера правой партии Ликут были мизерны, и партия сама решила вернуть мандат президенту. У президента есть три дня на консультации с лидерами представленных в Кнесете партий, однако он может обойтись без этой процедуры или сократить ее срок. Среди потенциальных кандидатов в премьеры, лидер оппозиции, глава центристской партии Ешатид Иеир Лапид. Есть также вероятность, что президент передаст мандат лидеру правой партии Ямина на в талибе нету, или же вернет его в Кнесет, тогда любой из депутатов может попытаться сформировать правительство. В Израиле право первым формировать правительство получает лидер партии, который получил больше всего рекомендаций депутатов и, соответственно, имеющий больший шанс получить правящую коалицию. Однако автоматический успех не гарантирован. Кандидат в премьеры должен заручиться поддержкой абсолютного парламентского большинства, 61 из 120 депутатов Кнесета, или в некоторых исключительных случаях простого большинства голосов, при условии, что часть партий, которые не получат министерские портфели, все равно будет готово поддержать правительство в ходе процедуры его одобрения в Кнесете. В конце марта в Израиле прошли четвертое за два года парламентские выборы. По итогам голосования Нетаньяху не получил большинство в Кнесете. РБК Украина сообщала, что в прошлом году против Нетаньяху в Израиле выдвинули обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.